И на этом выпуск завершен. Спортивная дирекция телеканала Кубань24 свой рассказ на сегодня закончила, но в эфире остаются спортивные факты. Впереди рубрика Герой недели и Мария Басараб, отличный голкипер отличного клуба Кубани, отличной сборной России о себе, о своем виде спорта, массу интересного расскажет. А у меня все. До встречи. Впереди рубрика Герой. Я пойду, мама меня довела до зала, и как-то с тех пор началась, наверное, мой первый шаг в гонболе, потом уже потянулась, естественно, и сестра, и подруги, но первый шаг я зашла именно в зал сама одна из всего класса. Смутно помню, но помню то, что я шла по краешку, по самому, не могу вам сейчас точно сказать, по краешку зала в тренерскую, вот, где собирали всех детей. Аж как конкретно, я вот не помню сейчас, потому что давно было, мне было 7 лет на тот момент. Это, наверное, момент произошел как раз в 14 лет, вот, когда мне тренер мой, Жаворонков Алексей Александрович, предложил уехать, моей маме предложил уехать, сказать, что у нас есть перспективы. Ну, в Урае, конечно, никто там, никогда не было больших спортсменов, которые чего-то добивались, и потом, ну, жили этим. И было страшновато, и мне на тот момент, 14 лет, и мама боялась. Ну, мы вместе решили, что нужно попробовать, и вот, когда я уехала, я уже поняла, что дороги назад нет, что если я выбрала, то, что нужно этого добиваться, к этому стремиться, и делать так, чтобы я не зря все это затеяла. Было тяжело, хотелось несколько раз, и домой, мама, забери меня, пожалуйста. Как-то все перетерпелось, и я поняла, что это моя жизнь, наверное, и я ни капли не жалею. Занималась я, помню, мама на плавание отдала нас, но оно продлилось недолго, нас тренер забыл детей в бассейн, ушел. Мы ходили до посинения, пока другой тренер нам не сказал выйти. На этом плавание закончилось. Что касается спорта, акробатикой тоже мы с сестрой занимались. Вот, а по-моему, спортом больше не занимались. Уже такими творческими. А какие творческие, расскажи. Кружок назывался, не помню, там нужно было лепить из теста, делать поделки из бумаги, ну, вот так вот, что дети делают. Потом ходила, все с сестрой ходила, ходила на кружок юный кинооператор, не забывался. Был такой, вот. Получалось? Ну, что-то получалось. Чем вы там занимаетесь, расскажи. Нас учили на видеокамеру снимать вот такую большую, как у вас профессиональную. Поэтому не знаю, как я туда попала, но тем не менее, был такой период, что занималась. Мне кажется, нету такого вратаря, а даже взять ребенка или взрослого опытного вратаря, который сразу вязал, встал в ворот. И каждый вратарь где-то играл, в поле где-то его пробовали. Ну, на уровне ребенка, конечно, не на уровне профессионала. То есть и в поле я играла, даже ездила на соревнования в самом детстве, то уже еще в начальных классах, как полевой игрок. А потом постепенно, постепенно меня начали ставить в ворота, и вот по сей день я нахожусь там. Я родом из города Уральх-Антамансийский округ, это небольшой городок. Там я, как сказать, играла. Я в детской спортивной школе занималась. В 14 лет мой тренер, который, я его очень люблю, он мне заменил, когда я уехала и отца, и маму в 14 лет. Мы уехали с ним, вот и с Яной, с Викой Жилинской, с Катей из Урая в Уфу. Нас забрали на тот момент еще. Вот Уфа была в суперлиге, мы прошли и высшую лигу, и суперлигу. Потом Уфа распалась. И на тот момент мне исполнилось 18 лет, я 4 года в Уфе проиграла. Пригласили Владу также, вот нас троих, и Владе 6 лет. Вот, наверное, Владе это самую базу вратарскую, самую профессиональную, свои возможности. То, что я сейчас могу показать, эту базу я получила в Тольятти. От замечательного тренера Любови Каляевой, вот, которая мне, вот, 6 лет со мной работала, и что-то, наверное, из меня, может, получилось хорошее. Вот, 6 лет играла в Тольятти, потом приняла решение переехать в «Звезду». Мне поступило предложение там тоже по своим каким-то личным возможностям, там потому что тренерский состав поменялся. Но я приняла решение в «Звезде». Провела прекрасный сезон с прекрасными тренерами в Звенигородской «Звезде». Вот, и думала, что останусь в «Звезде», мне очень нравилось. Мне поступило предложение с Ростова, я думаю, вы знаете. Ну, и, естественно, каждый спортсмен, который к чему-то стремится, видя такую перспективу в команде, да, я согласилась, потому что мне охота была, конечно, поиграть и в «Лиге чемпионов», и в «Звезде» себя попробовать. Но ситуация сложилась такая, что в Ростове играет вратарь сборной Норвегии, первый вратарь сборной России, и мне, конечно, там было место, но игрового времени мне там бы не хватало. А я такой человек, что, может, в душе спокойно, но на площадке я не могу сидеть на лавочке и смотреть, как играют другие, а я буду хлопать в ладоши. И мне предложило, поступило предложение поиграть за клубами. Я могу сказать, что сейчас я ни на секунду об этом не жалею, что я здесь и сейчас с вами разговариваю. С самого детства, когда еще я уезжала из дома в профессиональный спорт, я уезжала вместе с Викой Жилинскать и ее родной Строяной Жилинскать, которая на данный момент в гонбольном клубе «Астраханочка» играет. Мы 10 лет прожили рука об руку. Вот с самого детства, как нас забрали, и по сей день мы общаемся. То есть я могу сказать, что, наверное, в этот период я обрела еще двух, пусть даже не родных, но двух сестер. С теми людьми, которых я очень люблю и ценю, я хороший друг. Потому что я их никогда не предам. Я знаю то, через чем мы прошли и насколько они мне важны. Я думаю, что хороший друг. Надеюсь, у них то же самое мнение. Я вот помню момент, мы всегда с ней смеемся, мы жили из дома, мы жили вместе 10 лет. Поначалу, когда переехали, мы еще не были лучшими подругами. Мы вообще с ней жили в разных комнатах и друг с другом не разговаривали. Мы как кошка с собакой просто «нет-нет» и все. А потом потихонечку, потихонечку как-то начали привыкать друг к другу и поняли, что на самом деле мы зря ругались, что мы можем очень хорошо дружить. Ну а сейчас то, что мы на расстоянии, естественно, мы созваниваемся, уже нет смысла ругаться, нет причин даже. Самое запоминающееся у меня было, да. Один бросок у меня был, самый запоминающийся. Это моя подруга, кто следит за гонболом, знает Вика Жилинскайте. Мне прилетело один раз серьезно, да, с 7 метров. Тогда, да, даже у меня с сотрясением мозга я не тренировалась. Вот. А серьезно прилетает частенько. Вот этот мне от моей лучшей подруги просто заполнился очень хорошо. Но ты ей потом высказывала, что нет? Ну, мы с ней поговорили. Естественно, она не специальна, но свою долю вины она чувствовала. Лидер, наверное, должен обладать какой-то, мне кажется, стервозностью, да. Я этим не обладаю. Я не могу сказать, что я лидер команды. Но я не на заднем плане. Поэтому, когда нужно, я могу и собрать, и когда нужно и кому-то сказать, и себе могу жестко сказать. Во-первых, я считаю, что лидер на площадке должен быть в поле вместе с командой. Потому что лидер должен находиться в нападении. И вратарь, естественно, тоже должен быть лидером. Перед матчем для меня главное не начинать. Вот я проснулась утром и не начинаю думать, вот сегодня игра, надо, надо, надо. Для меня нужно начинать думать, когда я выхожу на разминку. Вот тогда мне надо начинать расстраиваться, ой, настраиваться, потому что, потому что, если я начну раньше, это все уже будет столько мыслей, я себя сто раз перенастрою, и получится только хуже, как это называется, уже перегорел все. Поэтому я стараюсь сохранять по костю какое-то хладнокровие до начала разминки, а все эмоции уже отдать игре. Заставляю себя не думать, что вот сегодня такой важный матч, я это знаю в душе, но я это в голове не перекручиваю. То есть я веду обычный день там. Главное там, конечно, получше выспаться перед игрой, ну, дневной сон, вот, чтобы... В голове есть у меня, что игра, но я об этом постоянно себе не кручу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пошло рядом с Машей дорога. То есть Маша впереди, я там где-то сзади. Вот в Ладе, в «Звезде», мы столкнулись с ней в сборной. Вот последний год мы в «Звезде» тоже вместе доигрывали, да, сезон. И я хочу сказать, что это просто был пример, на кого мне равняться, с кого брать отношение к спорту, отношение к тренировкам, и вообще просто человеческие качества. тоже было на кого равняться, можем так сказать. Вообще, что касается спорта, моей мечты в спорте, конечно, мне охота вернуться в сборную. У меня еще есть время, мне 26 лет, я думаю, что это еще возможно. Мне охота в сборную, мне охота и на чемпионатах поиграть, и на Олимпиаде. Это мечта любого спортсмена. А что касается жизни, мне охота, чтобы в семье все было хорошо, охота, конечно, чтобы семья в будущем была с детьми, счастливой, полной семьей. Вот это, мне кажется, чтобы, самое главное, мои близкие были здоровы и как можно чаще их видеть. Вот это такая у меня мечта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!